всех приветствую всем отличной пятницы напоминаю что в разделе сообщества вышел анонс на близ консультации заходите смотрите а мы сегодня будем делать расклад на тему почему я ощущаю себя бесточный и не могу идти дальше бывают такие стояния особенно предновогодние вот я продолжаю вот такой атмосфере предновогодний для себя с моим таким котелком напоминающий котелок все время почему-то ассоциируется у меня либо с бабой игой либо с ведьмой да но я еще пока не доросла и я пробую вайгу другой не являюсь поэтому пока только пользуюсь этим вот значит я взяла две колоды не знаю с какой буду работать 1 до это таро сумасшедшего дома 2 безымянная такая темная колода новая вот сразу давайте приступим на про раздел сообщества я сказала что там анонс на близ консультации вся информация обо мне под этим роликом а мы с вами приступаем позиция номер это двину туда позиция номер один голубенький камешек уберу из камеры вида а другие камешки чтобы не путать нас по позициям и мы с вами приступим и так смотрим смотрим чего мы смотрим почему я ощущаю себя обесточенной почему сейчас кому это актуально на есть 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 такой момент на здесь по девятке жезлов момент того что я закрываюсь до оставьте меня в покое я ничего не хочу мне никто не нужен есть какая-то усталость и нежелание двигаться дальше да здесь карты это подсказывает почему потому что здесь как будто бы нет какого-то интереса не хватает огонька да не хватает огонька не хватает какой-то вовлеченности в жизнь десятка монет что тут у вас здесь происходит да не могу понять что то связано как-то с семьей либо что-то связанное с деньгами либо что-то связанное семьей такое ощущение что вот для кого-то кто-то получил какой-то не очень приятная новость касательно семьи либо близких каких-то родственников и человек закрылся да то есть оставьте меня в покое я хочу как говорится переспать с этой информации да потому что мне кажется она какая-то не очень такая и позитивная 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 либо здесь идет момент какие-то моменты могут быть неуверенности я пока не знаю не понимаю куда мне дальше нужно двигаться либо я не понимаю в чем ценность дальнейшего движения да то есть но тут путь который надо выбрать да и либо я хочу выбрать я не совсем понимаю зачем мне вообще туда надо то есть человеку не хватает интереса не хватает какого-то запала да то есть вроде бы вроде бы я понимаю что надо двигаться но сейчас я не хочу еще почему вы чувствуете себя обесточенные аркан смерти ну какую трансформацию сейчас проходите поэтому мне кажется это это нормально какую трансформацию вы сейчас проходите десятка кубку смотри десятка монет десятку кубку завершение какое-то завершение вы как будто бы для себя определяете именно на уровне интуиции не на уровне ментала куда вы в дальнейшем пойдете то есть здесь очень важно 10 какая-то расстановка приоритетов вы не просто выстраиваете эти приоритета вы еще их разбираете как так как будто бы по полочкам и задаетесь вопросом что является ли для вас семья и вот все что связано с с этими понятиями является ли для вас актуальным могу сказать что здесь как будто бы вопросы личной жизни косвенно проходит но в меньшей степени все что связано с детьми то но здесь тоже так такие моменты есть может быть тревога по поводу детей либо дети выросли либо но что-то связанное с детьми с их дальнейшим путем до куда они пойдут как они будут расти что такое здесь дети таки достаточно взрослые уже на где-то но подросткового возраста до юности что-то такое вот но и с другой стороны ваша личная жизнь она здесь претерпевает какие-то перемены то есть кто-то понимает что не знаю что уже больше не будет партнера в моей жизни кто-то как-то вот прощается в своей голове что все это уже окончательная точка а не паузов взаимоотношениях то есть здесь какие-то идут глубинные процессы опять же таки они напрямую не связаны с физическим планом да это вот все может быть здесь какие-то сны идут очень яркие либо вот вечернее время вы как-то вот все думаете да потому что здесь кровать там десятки кубков тоже кровать аркан смерти тоже вот какие-то такие моменты здесь идет перерождение перерождение здесь идет этап взросления здесь какие-то какие-то понимания инсайты к вам приходят но это вот знаете это как не следствие анализа и проработки себя а это как будто бы как-то естественно все это идет как будто бы человек как-то осознает и на него накатывают эти волны осознания того что а почему это почему это вот что хочу что удалось что не удалось вот какие-то какая трансформация здесь сидел момент именно экзистенционный и социальный то есть именно своего понимания бытия существования какие-то такие вот ближе к философским моменты идут еще почему вы ощущаете себя обесточенный рыцарь кубков до рыцарь кубков здесь не хватает здесь не хватает чего не хватает не знаю каких-то эмоций здесь не хватает движение развития до сказал эмоции выпало смотрите тройка мечей и солнышко здесь не хватает как будто бы позитива я бы сказала позитив контексте надежды да здесь человек который перестал как-то верить перестал на что-то надеяться и здесь что-то утраченное что-то он утратил что-то такое важное для себя в его понимание либо утрачивает сейчас либо что-то завершается и вот я говорю здесь энергия такая я прощаюсь на прощение прощание прощание своей молодостью прощания с какой-то своей жизнью комфортной здесь не не в контексте суицида здесь такого нет но вот именно метафорическое какое-то завершение чего-то и это достаточно болезненно для человека хотя мы понимаем что впереди что-то ждет но то что его ждет даже если это будет позитивное это уже не будет его радовать это это как будто вы знаете я что-то хочу но даже если мне это дадут сейчас я все равно не смогу этим насладиться как если бы я хотел это ранее например там до отношений вот тогда когда я хотел этих отношений тогда вот если бы они пришли это было бы классно здорово я бы кайфовал а сейчас они уже как придут ну даже вот тот человек которого вы хотите это уже будет не так это уже не так вкусно да вот не зря говорят дорогая ложка к обеду вот здесь вот про вас то есть даже какое-то блюдо которое вы любите не знаю может быть какая-нибудь вкусняшка до сладость а вот если бы это было тогда это было бы вот прям вовремя а сейчас уже как-то и не хочется ну да я могу съесть но вот я не получу такого удовольствия вот здесь какие-то такие моменты идут а сейчас просто потому что идут перемены да то есть вот вашей жизни трансформация то что для вас когда-то было ценным и значимым и вы прям возможно держали за это сейчас даже вам если дадут это не будет иметь вот вкус этой победой в этом нету наслаждения нету триумфа и отсюда знаете такое такое ощущение что напоминает когда человек занимается спортом да вот он ставит себе цель там победить на каком-нибудь турнире да и вот он подготавливается он идет к этому а потом когда пришла победа и человек понимает что вот после этого турнира да там идет какой-то отдых до период восстановления я ничего не буду делать он не наслаждается этой победы потому что для него сам процесс был важен а когда он выиграл да в этом турнире а теперь что а теперь я не знаю и гоп сразу резко падает настроение человека а теперь я уже ничего не хочу да теперь теперь мне уже все безразлично вот какое-то такое здесь ощущение идет как будто бы достигнута какая-то цель либо не достигнута эта цель но то что будет после нее это однозначно какой-то спад это ваше восприятие даже если то что вам будет предлагаться она для вас наилучшее вот это вот наилучшее она все равно не будет иметь той яркости потому что вы не наделяете ее той ценностью для вас она перестала иметь актуальность важность ценность вес вот то будущее которое вам открывается по солнцу прекрасно идеально но она уже она уже не то потому что вы уже не те вот в чем фишка потому что вы меняете сейчас а куда вы меняетесь какую-то сторону давайте посмотрим ну пока неизвестно верховная жрица дам пока вы идете вглубь себя пока вы находитесь именно вот в моменте переоценки познания себя узнавания себя рассматривание себя иначе пока пока идут идет какая-то внутренняя борьба да вот как отголоски вот этого вот прошлого она вроде бы есть я где-то в чем-то это прошлое принимаю уже с чем-то согласен но и с другой стороны не совсем не совсем полное принятие что ли здесь какие-то противоречивые состояния могут быть мысли но эмоционально вы уже успокоились вот чего бы здесь не казала не касалась эмоционального уже успокоились и вот те мысли которые у вас по инерции идут повторные ну то есть привычные как вы раньше мыслили на вот это вот борьба по пятерке жезлов она уже как-то вот фоном идет а вы уже на нее как-то ну не не обращаете внимание но здесь действительно нету энергии потому что вы находитесь в каком-то внутреннем своем анабиозе изменение трансформации внутренних вы должны выйти другим человеком обычно такое знаете и здесь энергия какая-то такая напоминает знаете как фотографию данной одной фотографии человек молодой а на другой он резко постарел а их эти две фотографии разделяет одна ночь то есть как будто бы за одну ночь человек как-то не знаю постарел посидел вот что-то такое вот здесь какой-то такой такая какая-то грань отслеживается да что очень резкая прям перемена хотя здесь аркан смерти смерть указывает на плавные перемены но здесь я вижу примут какая-то резкая резкой резкий перепад настроения резкая перепад в принятии решения то есть раньше хотелось сейчас уже не хочу и причем это вот как-то вот так и за раз случилось. Что-то такое здесь. Давайте посмотрим, куда или на что уходят ваши силы. Куда или на что уходят эти ваши силы. Хотя мы посмотрели здесь на трансформацию, но все же. Куда или на что уходит ваша трансформация, ваши силы. На движение, на то, что силы уходят, на то, что вы оставляете позади что-то такое ценное. Восьмерка кубков. Сила уходит туда, как прощание. Я говорю, вы прощаетесь с чем-то. Прощаетесь с своим прошлым. Прощаетесь со своей старой жизнью. Вот туда уходят. Не в прошлое уходит энергия, а именно на процесс прощания, отпускания. Еще на что уходят ваши силы? На двойка жезлов. То есть с одной стороны вы прощаетесь, а с другой стороны по двойке жезлов. У вас открываются горизонты, и вы не уверены, что выбрать, а надо ли вам дальше двигаться, а куда вам идти? То есть вот это как-то, знаете, одна дверь закрывается, и сразу эта же дверь и открывается. И вот вы стоите и думаете, а куда мне посмотреть? На то, что дверь закрывается, чему закрывается? Либо дверь открывается, чему открывается? Да, если это... Знаете, как это? У торологов есть расклад, что уходит, что приходит. Вот это вот одновременно. Не поступательно, да, линейно, одно, а потом другое, а одновременно. Вот у вас как-то такое, да. то есть иногда энергия уходит на то, что вот я что оставляю, я позади, а стоит ли оно того, а надо ли его оставить, а вдруг оно может возродиться. С другой стороны двойка жезлов, а что выбрать, куда пойти, а как сделать правильный выбор, а как не ошибиться, а нужно ли двигаться, если даже это то же самое прошлое, если оно вдруг переродится по аркану смерти во что-то новое, а стоит ли игра свеч, то есть я уже там была в этом прошлом, а изменился ли этот человек, то есть даже если мы с ним войдем заново в отношения, а будут ли они такими, которые как меня устраивают, то есть вот такие вот здесь моменты, вот на это все, пятерка жезлов, я говорила разногласия, вы тратите свои силы, куда уходят. Сила уходит на поиск, на поиск истины, да, двойка жезлов, да, и аэрофант, на поиск истины, что мне выбрать, какой путь мне выбрать, куда мне идти, вот. Королева мечей, как сделать правильные перемены, как изменить свою жизнь так, чтобы вот именно правильно, ключевое слово правильно, не в перемены, ключевое слово правильно, потому что я не хочу уже ошибаться, да, поэтому я хочу быть более проницательной, я хочу быть более уверенной в верности своего выбора, потому что здесь идет энергия, такая фоновая успокоение, да, то есть я уже успокоилась, мне уже вот то, что было ранее, вот эти вот страсти, эмоции, они мне уже не интересны, я хочу что-то другое, как сделать так, чтобы вот это вот другое, оно не было скучным потом, и я по этому поводу буду сожалеть. То есть вот такой расклад здесь для вас единички, вот такая вот первая позиция была. Чем перекроем? Солнышком, конечно же солнышком. Конечно же солнышком. Так, и мы с вами переходим к позиции номер два, к красненькому камешку, сюда, да, да. Двоечки, смотрим вас. Почему вы ощущаете себя обесточенной? Шестерка педакли, потому что взаимодействие с людьми, либо ситуация не уничалась победой, то есть, знаете как это, выбор без выбора, вот здесь что-то такое, то есть, сделала так, не привело ни к чему хорошему, сделала по-другому, ну, то же самое, то есть, смысл тогда, почему я это сделала. То есть здесь ощущение того, что вы сделали абсолютно разных два шага, поставили ставки на абсолютно разные две вещи, и ни та, ни другая не выиграла, и вы остались как будто бы в проигрыше. Еще почему вы ощущаете себя обесточенной? Ну, тут же мечей говорит, видите, аркан какой нарисованный, красиво. Да, я сам зашел в эти дебри розовых шипов, вот, и сам укололся, сам укололся и сам страдаю. Почему вообще? Да потому что как будто бы наткнулись на, знаете, на какую-то такую ситуацию, когда вы изначально знали, что вам это делать не нужно было. Но вы как-то понадеялись, что я справлюсь, что ли, с этим делом, не знаю, с этой ситуацией. Но изначально вы знали, что есть вариант неудовлетворительного результата для вас, и вы именно это и получили. А сейчас жалуетесь. То есть, в принципе, это был ваш выбор. Почему еще вы себя чувствуете обесточенной, Пашмичей? Пашмичей. Вы как будто бы увидели какую-то правду, что ли. Может быть, кто-то понял, что в чем-то поторопился. Где-то поторопился, да. И аркановые брови, видите, где-то вот вы в чем-то поторопились. Вы осознаете просто, да, здесь, почему вы чувствуете? Потому что у вас есть осознание. Потому что есть вот осознание того, что либо я неправильный выбор сделала, либо как-то поторопился с этим выбором. И оно не дало того результата, который вы хотели. Но вы очень надеялись, либо верили, что вот все будет, все будет хорошо. А оно не получилось так хорошо, опять-таки, да, с точки зрения вашего восприятия. То есть вы надеялись на что-то другое, и вы этого не получили. Поэтому для вас субъективно это нехорошо. А с позиции третьего взгляда все получилось так, как надо. И это хорошо. Поэтому хорошо или плохо – это субъективное восприятие. Вы не получили желаемого. Что вы тут хотели? Что вы хотели получить? Эмоции какие-то хотели получить, да, удовольствие, наслаждение, любовь. То есть то, что вас наполнило. А вы тут не наполнились. Вы как раз-таки тут и опустошились, да, и поэтому и ощущаете себя обесточенными. Ну, давайте теперь посмотрим более подробно, да, на что тут уходят ваши силы, помимо слез и ненгодований. На что уходит король кубков? Ну, для кого-то, может быть, на какого-то человека, но в большинстве своем король кубков нам указывает на прошлое. Да, то есть вот эти вот эмоции, которые вы хотели получить, вы их не получили, и уходят на эмоции, на переживания именно касательно прошлого. Еще куда уходят ваши силы? Король жезлов. На переживания, да, на переживания касательно чего? На переживания либо принятого решения, либо какую-то инициативу, либо кто-то не взял эту инициативу, не принял решение правильно, либо это вы. Вот вы хоть и эмоционируете, но здесь нету драмы. Здесь есть какие-то глубокие очень чувства, но здесь я не чувствую слез, здесь нету слез. Здесь, знаете, вот бывает иногда больно от того, что ты осознаешь, что ты ошибся, что вот вся ответственность была именно на тебе, что это ты поступил не так. Ну, то есть здесь не на кого свалить вину, потому что, ну, априори, вы сделали неверный выбор. И вот это вот осознание, что, блин, ну почему? Почему я так выступил, да, либо почему я это выбрала? И оно погружает вас вот в какое-то такое очень болезненное состояние, что даже акцент не на почему, а акцент на следствие, а на следствие того, что вы получили из-за этого выбора. И осознание, что, а как это изменить? А можно ли изменить каким-то образом вот эту ситуацию, о которой здесь идет речь? Пятерка жезлов. Ну, достаточно проблематично. Хотя можно, хотя можно. Если вы измените как-то вот отношение к этой ситуации, то по тройке жезлов, да, есть вероятность развития. Здесь вам отношение надо. Вот то, как вы воспринимаете эту ситуацию, этот выбор, вот это нужно изменить. В какую сторону? В какую сторону? Ну, вот в сторону ответственности. Император, да, в сторону ответственности. Взять ответственность. Какую ответственность вам нужно взять? Что вы поступили так, то есть вы стали развивать эту ситуацию так, как вы посчитали нужным. Вы вроде бы и сами и так это осознаете. Но здесь, понимаете, одно дело, когда я осознаю, что это был мой выбор, а другое дело, когда я беру ответственность. То есть разница в том, что в осознании есть какие-то эмоции, вот эти вот переживания, да, горевания. А в ответственности, в принятии есть окончательное решение, да, то есть и оно, как это, имеет как следствие действие. То есть я принимаю решение, то есть я приняла решение, что это была моя ошибка. Значит, я теперь буду делать вот так, все, отрезаю. Там нету вариантов прожить вот эти эмоции, да. То есть здесь какая-то вот сухая логика должна быть вот в принятии. Все, я сделала, я ошиблась, да, я поняла, все, идем дальше. Мы об этом не вспоминаем. А вот именно в проживании здесь вот этого вот момента, да, вы где-то и упиваетесь вот этим вот пониманием, осознанием. То есть осознание – это как будто бы процесс, а принятие – это как точка, это окончательное, да, это не многоточие, это точка. Все, будет так, и мы идем дальше, что-то делаем, меняем. А здесь в осознании – это как будто бы какой-то процесс, это многоточие, я могу потом это превратить в запятую, в паузу, в другие знаки припинания. То есть вот, то есть как-то могу с этим взаимодействовать, а с окончательным решением я не могу как-то взаимодействовать. Очень хорошо, что вам здесь нужно сделать. Королева Жезлов, здесь нужно решиться. Решиться на то, что все, это завершение. То есть, ну вот то, что я и сказала, да, точка, все, поставили, и дальше идем развивать ситуацию по-другому. Да, колесо фортуны. Дальше я закручиваю ситуацию, я беру ответственность за свою жизнь, и я иду дальше. Я буду совершать другие действия. Да, Рыцарь Жезлов, он и указывает на движение вперед. То есть, не оглядываясь назад, все, поставили точку, развернулись в будущее, повернулись и пошли вперед с поднятой головой и гордостью. То есть, вот так надо. А не я иду вперед, но периодически оглядываюсь назад. Меня никто не догоняет. Вот как-то так. То есть, тогда вы не будете сливать свои силы, и вы не будете чувствовать опустошение. Все, идем вперед. Здесь такой момент, чем мы перекроем. Перекроем императором. Императором и перекроем. Как пахнут цитрусы. Не знаю, там видно в камере или нет. Где вот на поверхности, где масло капало, здесь подогревается, где масло капало, там такие разводы. Не знаю, насколько видно или нет. Прям цитрусами очень хорошо пахнут. Хотя я не любитель мандаринок, апельсинок. Не то, что я их не ем, но за зиму один раз могу. Хотя все это доступно. Не любитель я фруктов. Так, позиция номер три. Троечки. Смотрим вас. Почему вы ощущаете сейчас себя обесточенной и не можете двигаться дальше? Потому что я нахожусь в процессе восстановления. Потому что я сейчас сплю. Восстанавливаюсь. Дуальность. Дуальность. Что здесь с этой дуальностью? Ну, опять выбор, да? Опять мы что-то тройки выбираем. Почему я ощущаю обесточенным? Потому что мне нужно восстановиться, прежде чем я определюсь, определюсь в какой-то ситуации, да, с чем-то. Прежде чем я определюсь. Пока я сплю. Вот вы реально спите. Может быть, кому-то действительно нужен, необходим сон для восстановления. Либо у вас есть вот это состояние сонливости. Здесь такое, знаете, спокойствие. Такое ощущение, что вот как водичка как будто бы капает. Вот звуки вот этой вот бежащей воды. Может быть, у кого-то есть, знаете, эти как его фонтаны, настольные. Либо вот что-то такое. Как вода бежит для того, чтобы войти в состояние дзен. Да, вот такое вот успокоение, тишина. Может быть, музыка такая играет, какая-то расслабляющая, медитативная. Я сейчас нахожусь в моменте восстановления. Поэтому вы не чувствуете сейчас энергии. Идут какие-то процессы внутри вас, медленные трансформации, перемены. Такое, знаете, вот ощущение, как показывает на ускоренном ролике, да, солнце восходит и находится в зените, а потом в надежде, да, закат идет. Вот у вас как-то так, да, все вот перед глазами, все так быстро, восход и закат, восход и закат. Ну, вы находитесь в моменте пока трансформации, вот, и как будто бы фонного у вас идет неосознанно выбор. Но этот выбор, он очень интересный. Вы не выбираете как будто бы что-то одно из чего-то, а вы как будто бы какую-то одну ситуацию либо одного человека рассматриваете по-разному. Знаете, вот как на этом маркане, да, то есть один человек, это один человек, да, но в одной руке он держит одно мило яблоко, а в другой руке он держит то же самое яблоко. Разница, это одно и то же яблоко. Разница лишь в том, что когда восход, это яблоко, оно ему кажется светлым, вкусным, манящим. А когда закат, то же самое яблоко, да, это не второе яблоко, это то же самое яблоко. Оно кажется мрачным и каким-то устарелым, невкусным. И вот вы как будто бы рассматриваете эту ситуацию, одна ситуация, по-разному, все зависит от того, как вы на нее посмотрите на восходе, да, когда вот вы в подъеме эмоциональном, а когда вы наоборот эмоциональной качели по аркану умеренности, когда вы как-то в упадке смотрите на ту же самую ситуацию, она вам кажется отвратительной, и вы не знаете, что выбрать, да. Но это, например, это один и тот же человек, да, но когда вы в хорошем настроении, вы вспоминаете, как вам подарки дарили, как вас любили, как вам внимание уделяли, да. А потом, когда вы в каком-то нехорошем настроении, вы вспоминаете те моменты, когда вы ссорились, когда человек к ним приходил на какие-то встречи, да, либо как он вас подводил, либо говорил какие-то обидные слова, то есть это тот же самый человек, но отношение к нему по-разному, все зависит от вашего эмоционального настроя, и вот это влияет на какой-то выбор. Я вам показала на примере человека, но вы можете посмотреть на примере ситуации, здесь одна и та же ситуация, и вам сложно выбрать, что дальше с ней делать, потому что, ну, а у вас нету устаканившегося какого-то одного понимания, поэтому вы чувствуете себя обесточенной, да, здесь как будто бы обрезанные, видите, крылья, да, на полу, и человек вроде бы есть перспективы, есть возможность, да, но человек не чувствует себя возможным как-то дальше двигаться. В чем причина? В чем причина? У вас как будто бы, знаете, нету аргументов, если здесь надо поговорить, что-то прояснить, здесь нету у вас как будто бы аргументов, которые могли бы поддержать вас, то есть ощутить себя с позиции силы, с позиции власти, то есть здесь как будто бы не хватает какого-то общения, прояснения, но не в контексте ссоры, и чтобы поставить там точку, а в контексте желания убедить оппонента в наилучшем варианте, который вы предлагаете, не который объективно наилучший, а то, что вы предлагаете. Вы как будто бы у вас сейчас нету этих аргументов, либо вы не можете найти, вы сейчас не находитесь в позиции силы, поэтому не хватает энергии на взаимодействие с этой ситуацией, либо там с человеком, не знаю, о чем здесь идет речь. И почему тогда вы не можете идти дальше? Потому что для перемен нужно прояснить ситуацию, нужно прояснить ситуацию, она должна разродиться, понимаете? ситуация должна разродиться естественным образом, то есть она должна измениться естественным образом. Ну хорошо, давайте теперь посмотрим на безымянной колоде, куда или на что уходят ваши силы, если вы не чувствуете сейчас себя в позиции силы, куда уходят тогда ваши силы верховные жрицы? В себя уходят ваши силы. Какая-то, знаете, внутренняя черная дыра, которая засасывает эту энергию. А еще здесь же у нас умеренность и верховные жрицы как-то вот бессознательное. Вы действительно сейчас не проживаете осознанно, может быть, какой-то такой момент. И так, ну либо вы смотрите вечером в таком сонном состоянии, либо утром только проснулись, не знаю, здесь моменты неосознанности проходят. Куда? Вот пока вы как будто бы живете на автомате, ваше бессознательное активно здесь что-то делает, ну как-то работой, и потом оно выдаст вам свое решение, и в материальном мире это проявится, в физическом мире это потом проявится. Но пока ваши силы уходят вот на работу ваше бессознательное. Такое, знаете, бывает, когда человек спит и идет перезагрузка информации, полученной в течение дня. А вот здесь очень напоминает такое. видоизмененное состояние. Силы уходят на работу вашего бессознательного. Вот прям буквально. Куда еще на что уходит ваша сила? Ну вот десятка мечей, да, на завершение. Причем, опять же, это идет на уровне неосознанности. То есть вы можете там что-то заниматься какими-то своими делами обыденными, да, но процессы завершения идут. То есть здесь такая картинка показана, знаете, человек как будто бы, не знаю, сидит в своем доме, да, либо спячку, как медведь, впал в зимнюю, а за окном мне показывают, да, как деревце, которое когда-то он посадил, оно уже настолько сильно выросло, что оно уже дает плоды. А человек спит. То есть вот пока вы спите, причем это за окном, да, это вот как будто бы за пределами вашего сознания. Идут перемены жизненные дерева, да, символизм жизни, плоды, плоды этих жизненных процессов. То есть в дальнейшем вы это увидите, но не сейчас. То есть пока вы спите, да, то есть все складывается, либо, знаете, как декорации в театре, кулисы закрыты, вот, а за кулисами бегают люди и выстраивают декорации для следующей сценки. И вот когда откроется, да, вы вроде бы не видели вот эти вот перемены, там люди бегали, декорации выстраивали. А вот открываются эти кулисы, ну, за занавеси. Открывается, и на сцене, да, все уже готово, и вы видите конечный результат. Вот. Но пока были закрыты занавесы, вы... Занавесы, да. Вы... Вы не видели, что там происходит. Но поскольку это часть вас, вы туда сливаете энергию. Ну, то есть там для активности ваша энергия жизненная нужна. Поэтому здесь как будто бы говорится так, что ты пока на автомате поработай, на энергосберегательном режиме, да, все твои силы мы заберем для себя, потому что нам нужно... Ну, важнее. А ты вот пока как робот. У вас, может быть, это и ощущается, что вот вы как робот, да. Вы просто ноги передвигаете, потому что... Вот как некий аватар. Аватар в материальном мире, который либо как марионетка какая-то, который вот управляет, у нее нет осознанности, потому что ваша осознанность, она сейчас в вашем бессознательном. И вы просто, ну, существуете в реальном мире, и пока это происходит, идет работа там за кулисами. А что вам нужно знать сейчас? Ну, вот аркан силы на повторе. Вы восстановите силы, не сейчас. Сейчас должны, вот по аркану справедливости, сейчас должны пройти процессы необходимые, должны силы вы равняться. Что-то, какой-то перекос пошел, либо компьютер, апгрейд какой-то происходит. Вы этого не видите, и вам этого знать пока не надо. Вы даже не представляете, что вас ожидает в будущем. Вот, ну, потому что будущее, оно еще как будто бы само не знает, да, что будет. Почему? Потому что силы сейчас как-то выравниваются. Вот каким образом эти силы выравниваются, королева кубков? Бессознательно. Видите? Нету, нету осознанности. Глаза закрыты, нету осознанности. Хорошо, что вам нужно знать сейчас? Что вы двигаетесь вперед, да, что вы идете в новое. Что вам до нового будет позже. Вы поймете, куда вам нужно двигаться через ту же злок. Вам придут желания. Вы это поймете через желание, да, через девятку педаклей, через становление себя. Вот вы потом почувствуете, когда вам надо будет, да, проснуться, вы почувствуете, в каком направлении вам нужно двигаться, будете обращать внимание на свои желания. И вот здесь закончу этот расклад. Начали с соумеренностью. и темпер с умеренностью и закончим. Пока спите, да. Спокойной ночи. Ну, помните, да, как этот русская детская, тьфу, союзная передача, да, спят усталые игрушки. Вот это вот про вас, да. Пока спите. Спокойной ночи вам. Такая нотка, такая забавная. Хорошо. Вот такой у меня был, это третья позиция была, вот такой у меня был сегодня расклад. Напоминаю, что в разделе сообщества вышел анонс на Блиц-консультации. Вот. Пишите заявки свои, приходите. Вся необходимая информация обо мне есть в описании под этим роликом по ссылке «Мои услуги». По идее, должно вас перебросить на Топлинк, где есть ссылка на мой второй канал и на мои услуги. Выбирайте, что вам интересно, нажимаете и читаете. Можете приходить на личную консультацию, на годовой расклад. Вот. Прощаюсь с вами, хочу пожелать всем отличной недели. Увидимся в понедельник. Всего вам самого наилучшего. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok